Средства выделяются, дороги строятся, но пробки в столице Чувашия не исчезают. Ремонт, строительство и реконструкция дорог уже должны приносить свои плоды, заметил глава республики Михаил Игнатьев на совещании, где обсуждали развитие транспортной инфраструктуры в Чебоксарах. В новом генплане столицы Чувашия особое место занимает строительство и реконструкция дорог. По словам главного архитектора Чебоксара, в городе на данный момент нет надежных транспортных связей между разобщенными районами. Между центром и окраинами. На некоторых участках дорог совмещены потоки пассажирского и грузового транспорта, в том числе и транзитного. В центре города практически нет пешеходно-прогулочных зон. Сейчас в Чебоксарах для решения подобных проблем подготовлена проектно-сметная документация по ремонту, реконструкции и строительству городских дорог на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Первые очередные задачи, которые планируются на 2014 год, это закончить строительство улицы Ивана Яковлева. В этом году планируется освоить 450 миллионов рублей. Это строительство подземного перехода МТВ-центра и плюс завершение от старого вокзала до кольца Шубашкара. В этом году также должна закончиться реконструкция базового проезда, расширить проезжую часть в районе ЖД-переезда, где часто возникают пробки. Также планируется разработка проектно-сметной документации по реконструкции улицы Богдана Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с проспектом Айги, по строительству двухуровневой развязки в районе Сугутского моста и путепровода на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Фучика. Для этого необходимо снести жилые дома вдоль дороги, людям взамен предоставить равноценное по метражу жилье. А это 14 тысяч квадратных метров. Подготовительные работы уже ведутся застройщикам. Глава республики Михаил Игнатьев поручил администрации Чебоксар и другим ответственным структурам доработать вопрос переселения людей и как можно быстрее приступить к работе. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.